Тёмный шоколад полезен для мозга. В исследовании сообщается, что употребление какао-напитка, богатого полифенолами, связано с улучшением притока крови к мозгу и улучшением сложных когнитивных функций. Какао-бобы являются исключительным источником флавоноидов, класса полифенолов, которые, как известно, оказывают положительное влияние на здоровье, особенно с точки зрения предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Фактически, несколько эпидемиологических исследований показали, что регулярное употребление шоколада, богатого полифенолами, 70% и более, связано со снижением риска развития ишемической болезни сердца и инсульта. Результаты рандомизированных клинических испытаний предполагают, что эта защита обусловлена снижением артериального давления и улучшением эластичности сосудов, что, возможно, вызвано стимуляцией выработки оксида азота, сильнодействующего вазодилататора, в ответ на приём какао-фланавоидов. Полезно для сердца и мозга Несмотря на то, что мозг составляет всего 3% от общей массы тела, мозг получает 15% сердечного выброса и использует около 20% всего потребляемого кислорода. Следовательно, когнитивные функции очень зависят от состояния здоровья сердца и сосудов. И именно поэтому традиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний – курение, высокий уровень холестерина, гипертония, гипергликемия, ожирение и другие – также связаны с повышением рисков когнитивных нарушений, упадка и слабоумие. Другими словами, то, что хорошо для сердца, хорошо и для мозга, что создаёт интересную возможность того, что регулярное употребление какао-продуктов также может иметь преимущество для когнитивных функций. Лучше для подачи кислорода Недавно в одном исследовании была изучена эта возможность. Изучив влияние напитка с высоким содержанием какао на приток крови к мозгу, исследователи случайным образом разделили добровольцев, мужчин в возрасте 18 и 45 лет, на две группы. Контрольную группу, которая употребляла напиток на основе какао с низким содержанием полифенолов – 143 мг на порцию. И группу вмешательства, которая потребляла напиток из какао, богатый полифенолами – 1052 мг на порцию. Двумя часами позже влияние какао на мозговое кровообращение было исследовано, заставив добровольцев дышать воздухом, содержащим 5% СО2, или примерно в 100 раз превышающую нормальную концентрацию воздуха. В ответ на этот избыток углекислого газа – гиперкапния. Сосуды немедленно реагируют, расширяясь, чтобы доставить больше крови и больше кислорода в мозг. Затем этот кровоток можно количественно оценить путем измерения уровней оксигенерированного гемоглобина с помощью спектроскопической визуализации в ближнем инфракрасном диапазоне. Результаты очень интересные. Не только оксигенация лобной коры головного мозга была выше у людей, употребляющих какао-напиток, богатый полифенолами по сравнению с контрольным напитком, но и скорость, с которой происходила оксигенация, также увеличилась. Поскольку расширение сосудов, которое обеспечивает этот массивный приток крови к мозгу в ответ на гиперкапнию, зависит от оксида азота, весьма вероятно, что повышенное производство этого вазодилататора, вызванное полифенолами в какао, отвечает за положительный эффект. Фронтальная кора – это область мозга, которая играет ключевую роль в сложных когнитивных функциях. Что лучше оксигенация этой области может улучшить когнитивные функции. И похоже, так оно и есть. Когда исследователи подвергали участников тесту, в ходе которого измерялась их способность сосредоточиться на определенной релевантной информации и надлежащим образом реагировать на эту информацию, даже при наличии нескольких нерелевантных фрагментов информации, создающих помехи, потребители какао, богатого полифенолами, получили более высокие оценки. Регулярное употребление 70% темного шоколада имеет множество положительных эффектов для здоровья, и поэтому является отличным выбором для перекуса. Однако нужна умеренность, потому что недавний метаанализ показывает, что максимальный защитный эффект против сердечно-сосудистых заболеваний наблюдается при употреблении 45 граммов темного шоколада в неделю и полностью исчезает при употреблении более 100 граммов в неделю. Субтитры создавал DimaTorzok